Ну что ж, друзья, а следующий сюжет мы решили посвятить такому интересному... Да что ж такое-то, а? Ха! Опять у них-то под станцией проблема. Четыре раза за месяц уже такое повторяется. Ужас! Невозможно работать. А... Нет, ну, смотри же, а. Нет, всё, 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 решено. Мы программой Галилео будем делать себе нашу локальную электростанцию, тогда мы ни от кого зависеть не будем. Ну, кошмар, а? Что творится? Ужас. Так, какую электростанцию? А, сделаем на угле. Не, нехорошо, несовременно. Тем более будем зависеть от поставщиков угля. О, сделаем атомную станцию. Не, тоже не годится. Сейчас, чтобы урана богатить, нужно ехать далеко. Ммм, отлично, сделаем современную станцию на возобновляемых ресурсах, типа солнце и ветер, да. Говорят, что ещё можно добывать энергию прямо из земли. Интересно, это как? Недалеко от уездного города Энн, в своём домике жил-поживал скупердяй, каких свет не видывал. Владимир Петрович экономил на всём и считал каждую копейку. Особенно тяжело наш жадина переживал счета за электричество. И вот на глаза ему попалась одна интересная статья в бесплатной газете. Оказывается, электричество можно получать из ветра, воды и света. Ветра и света у Владимира Петровича на даче навалом. А главное, бесплатно. Правда, придётся раскошелиться на приобретение и установку мини-электростанций. Ну да ладно, была не была. Первым делом Владимир Петрович решил приручить Солнце. И заказал солнечную батарею. Она состоит из пластин кремния и крепится прямо на крышу. При использовании солнечных батарей энергия Солнца напрямую преобразуется в электрическую. Впервые такими батареями придумали комплектовать спутники Земли. Лишь потом они спустились на Землю. За день в солнечную погоду блок батарей вырабатывает 3,5 киловатта электричества. Этого хватит, чтобы 15 раз вскипятить чайник. Однако не вовремя затеял Владимир Петрович игры с Солнцем. Осень. Всё в тучах. А ночью Солнце вообще светит совсем другим людям. Даже летом. А что если попробовать ветряк? Чего-чего. А ветер дует и зимой, и летом, и днём, и ночью. Ветряное колесо приводит в движение динамо-машину. Генератор электрического тока. Его как раз сейчас крепят к мачте. Весит он почти 50 килограммов. На него сзади устанавливают флюгер, чтобы всё время быть повёрнутым к ветру. Ну а впереди прикручивают лопасти. Получилось что-то вроде модели самолёта, только без крыльев. Схема проста. Ветер вращает лопасти, генератор вырабатывает электричество. Полученный ток заряжает параллельно соединённые аккумуляторы. При ветре 6 метров в секунду ветряк вырабатывает до 7 киловатт в сутки. Вполне достаточно, чтобы в доме нашего скряги работали все бытовые приборы. Однако стоит такая установка больше 150 тысяч рублей. А ещё расходными материалами станут аккумуляторные батареи. Они состоят из свинца и имеют ограниченный цикл зарядки-разрядки. Менять такие придётся каждые 3 года. А стоят они тоже недёшево. Что же делать? Неужели чайник придётся греть по старинке, на огне? Прикрутить бы сюда паровое колесо. Эх, жаль, напор слабый. Да где ж его взять сильнее? Между прочим, мощная подача пара вовсе не редкость для нашей планеты. Это гейзеры. Они находятся только вблизи действующих вулканов. Действительно, немного похожи на чайник. Источник тепла нагревает помещенную в ёмкость воду. С ростом давления и температуры вода расширяется. И, наконец, она находит путь наружу через единственно возможный выход. Вода извергается до тех пор, пока давление не падает. Вскоре этот цикл повторяется. Но каким образом отнять энергию у валящего из земли пара? У подножья Мутновского вулкана на полуострове Камчатка расположена геотермальная электростанция. На территории месторождения пробурено около ста скважин. На глубину от пятисот до двух тысяч метров. Продуктивные скважины фонтанируют кипящей водой и паром под давлением в десять бар. Это же давление перемещает пароводяную смесь по трубопроводу к зданию электростанции. Думаете, если вода из скважины, значит обязательно чистая? Полюбуйтесь. В такие краски жидкость окрашивает сероводород. Его концентрация сейчас достаточно велика. Регулярно из каждой скважины берут пробы газа для исследований. Как и на любой электростанции, главной является турбогенераторная установка. В нашем случае паровая турбина. Идущий с реактивной скоростью горячий пар подаётся на лопасти ротора и раскручивает его. Число оборотов достигает трёх тысяч в минуту. К ротору турбины присоединён ротор-генератор. Он тоже вращается. Между ротор-генератором и окружающим его статором образуется электромагнитное поле. В статоре появляется напряжение больше десяти киловольт. И по токопроводам принятое электричество поступает в распределительные устройства. Однако первым делом горячий пар нужно отделить от капель воды. Иначе на такой скорости вода повредит лопасти турбины. Это сепаратор. Смотрите. Пароводяная смесь поступает в сепаратор и стремится вверх из-за разницы давлений. В трубе десять бар, а в сепараторе всего шесть. Внутри этой установки расположено множество небольших желобов и дырчатых щитков. Пар, поднимаясь вверх, проходит сквозь них. А капельки воды конденсируются на желобах и стекают на дно сепаратора. В итоге мы получили сухой пар, который по трубопроводу направляют к генераторной установке. А воду насосами закачивают обратно в скважин. Кстати, отработанную воду перед закачкой отстаивают в этом бассейне. В небесно-голубой цвет ее окрашивают соли меди, которыми богаты подземные воды. Вернемся к полученному току. А тот направляется в повышающий трансформатор. А дальше на распределительные устройства и на высоковольтные линии. Владимир Петрович после тщательного исследования рынка энергетики решился на переезд. А что? Один раз переехал и всю жизнь экономишь. Такой шанс упускать нельзя. Мутновская геотермальная электростанция выдает 50 мегаватт в час. Мощности хватает, чтобы удовлетворить потребности третий города Петропавловск-Камчатский с населением в 200 тысяч человек. А наш экономный друг наконец-то добрался до нового места жительства. Красота. Воздух чистый. Однако Владимир Петрович еще не знает, какая опасность его подстерегает. А вот об этом мы расскажем в одной из следующих программ. Я придумал еще одно решение. Берем нашего главного редактора. У него хорошие, мощные, легкие с большим объемом. Ставим его перед турбиной и сообщаем ему, что у нас не готовы сюжеты. И мы вообще полностью сорвали весь съемочный график. Он начинает делать... Раскручивает турбину и мы спокойно живем целый месяц. И у нас будет электричество.